Вчера, 5 мая, в бесплатную санчасть поступил экстренный вызов. В городе Починок была обнаружена окровавленная собака. Она приползла и обессиленно упала на землю. Местные жители предположили, что собаку сбила машина. Но, судя по травмам, наверняка это было не так. В любом случае, команда вернуться выехала, через час мы уже были на месте, оказали первую помощь, и так как собака начала терять сознание, со всех ног мы помчались к врачу, о чем сейчас и расскажем подробнее. Хотим заранее сделать небольшой спойлер, так как многие переживают за Балта, и мы это знаем, мы и сами переживали. Спустя сутки Балта уже стоит на всех четырех лапах, самостоятельно ест, пьет, ну и все подробности сейчас покажем. Продолжение истории Балта. Вот он у нас лежит в клинике, ждем мы в своей очереди, потому что приехали здесь хоть и никого, но идет операция. Поэтому сейчас дождемся, проверяю периодически. Он дышит, все нормально. Дышит, не скулит, кровь у нас сильно не течет. Он немного снег Балта тебе. В общем, мне кажется, вообще он уснул. Поэтому сейчас мы дождемся и пойдем с ним. Все хорошо. Обезболивающее подействовало. И противовоспалительное тоже. В общем, сейчас пойдем уже к врачу. Да, вот она прям, да, как будто чуть-чуть острая туда. Ну, я ее видел, я уже увидел. Видите, да? Да, я ее видел. Видите? Психушки эту. Да, открыл глаза, да, я тут особо не смотрел. Подними его. Не, не надо, я сейчас поднимаю. Приподнять его чем-то. А у нас ничего такого длинного нет? Швабра как-то у них морда. Нам просто морду приподнять, все, в петли. Швабру неси. Давай, давай, давай. Да, любую. Нам морду просто приподнять. Ну, нам бы так палочкой подцепить что-нибудь. Да, приподнять. Вот нос можно было затянуть. Можно, конечно, и решеткой. Музыка. Да, не хочу. Очень. Достать его отсюда, да? Так, они пытаются, чтобы зону ест. Я вот эту что-то пустилю, или палубную. Ну да, мне просто посмотреть состояние, как он не стоит на четырех лапах. На четырех лапах, я думаю, мне кажется, нет, но... Попробуем поставить на четыре лапы, это очень важно. Отлично, отпустите все со стороны, я посмотрю, стоит ли на четырех лапах. Это она? Стоит, хорошо, значит лапы целые, вообще отлично просто. Ты, 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 подожди. Все, все, посмотрите, не ходите никакой. Ну, сейчас стоите, сейчас просто туда. Откапай как-то без носа. Ну, что-то хромает, так. Не, ну, хромает, главное, что ходит. Хроматает, ладно. Плохо с ней пока. Да, туда, туда. Ого. Да. 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 Я, наверное, нормально сучу. О, так. Смотрим. Красиво. Вот здесь вот у нас. Я могу приоткрыть, если бы вы тут нет губа. Да, вот так вот. Ага, вижу. Да, вот откуда кровь. Вот еще такая. Не самое страшное, да. Может, и бы покусала другая собака. Ну, вот похоже, да. Вот тут такое. Возлияние здесь разрыгнулся. А может, и под машину попал. Как вариант, все, что хочешь, может быть. Вот. Да, никто не видел. Точно бесповерное никто не видел. Да. Будем нахрен, я? Ну, сейчас, сначала посмотреть. Ну, действительно. Ну, ген, это не самое главное. Да. Какой, что ли? Осмотр важнее. Угу. Тоже неизвестно, сколько она так лежала. Да. Приползла с одного места на другое. И вот начинает сознание терять. Угу. Так. Ну, крово руки почище. Ди-ка зарегистрил там, да? Как зовут? Ну, балту назвали. Мы любимый мальчик. Да, вот у нас, где тут у нас, вот здесь травмирован череп, вот он. Угу. Применул череп. Применул кости черепа. Вот. Вот она во внутрь что-то такое сейчас? Ну, нет. Вот так вот. Вот. Угу. Это... Ну, непонятно, что это. Может быть. Артефакт, но, может, внутрь немножко, да, что-то провалилось. Предположили, что топоры уже полнулись. Ну, там деревья, в общем-то, ну, очень так. Так. Ну, это все грязь, грязь, грязь. В общем, да. Получается, ранение костей черепа. Кости черепа проломлены. Вот здесь отверстие. Здесь целое. Ну, вот. Остальное все вроде на месте. Ну, даже не пахнет. Как там ушли. Ну, вот, а потом еще травма челюсти. Прикольно. Травма челюсти. Право, чего-то она болит там с этой стороны. Челюсть? Похоже, что... Ну, тут трещина, вот. Вот. Нижней челюсти. Ну, это не страшно, это все срастется. Не страшно. Чуть-чуть совсем. Ну, короче, трещина нижней челюсти. Справа, похоже. Да. То есть, это какой-то ударнее, только один сверху. Ну, может быть, было падение и на этот бок. Будем вот так вот. Или удар был, например, с этой машины. Да что хочешь, может быть. Все. Остальное мы кололи уже на месте. Осталось только антибиотику колоть. Сейчас морду развяжем после этого. Спокойно отреагировала. На ноги так кричала. Все испугались. Он болючий, но, все-таки, он обезболел. И, естественно, собаки стало легче. Очень. Спасибо. Так. В общем, у нас, получается, кроме перелома черепа, на лапах, в общем-то, все нормально. Лечим сотрясений. Конечности, да, работают. У нас трещина на нижней челюсти справа. Порваны рванные раны на брылях. Ссадины множественные. Проломаны кости черепа. А глазик нормальный? Гематома и отек в области глаз. Одного, второго, справа сильнее. Ну, это ввиду того, что удар, скорее всего, по правой стороне пришелся. Естественно, там будет отек. Ну, в общем, при лечении отек будет уменьшаться, проходить. А уже зрение нужно будет смотреть после того, как прососется гематома. Немножечко, да, хотелось понять. Да. Потом после этого будет видно, реагирует глаз или нет. Левая реагирует. Собака видно, что пришла в сознание. А здоровье что-то надо делать? Да. Здоровье ничего не делать. Ну, не это, не зашиваем, ничего не делаем. Неизвестно, сколько всего. Лучше я бы посоветовал какой-нибудь, ну, сбрить ее и… Пообрабатывать, а потом уже, да? Да, там может быть, да, такую. Она будет заживать уже по вторичному натяжению, потому что она и так уже грязная и неизвестно, сколько. Зашьем, она просто там образуется гноник, какой-нибудь абсцесс. Нужен дренаж, чтобы выходило все это, вычищалось. Угу. Вот. То есть, ну, провести, ну, на месте… Ну, обработать, короче, проще говоря. Чтобы там грязь, аккуратненько достать пинцетиком, там не возить там ничем, вот такими ватками. Потому что там все-таки череп и головной мозг. Ну, мы обычно так не возьмем. Ну, я просто, что… Это не как абсцесс, который там можно там промывать. Ну, понятно, да. Ну, можно аккуратненько промывать, никакими не сильно действующими расторами. Самое простое, спокойное, это фармак… ой, фармоксидин. Хлоргексидин… Да и не хватит. В принципе, можно марганцовка, бледно-бледно-розовый росток, антисептик неплохой. Перекись, выжгите там все просто. Поэтому не используйте. В общем, хлоргексидин, я думаю, на этом… Наверное, да. Да, можно использовать. А марганцовка, может быть, даже не стоит. Фармоксидин щипать будет. Хорошая штука, но щипать будет. Ироксидином мазать? Ну, например, просто не мазать, а вот, типа, залить, чтобы оно туда потечет, ну, нормально, куда-то. Да, там гнойных еще нет ничего. Ироксидин при ней в некрозах, когда мертвой ткани, там нет запаха мертвого. Поставьте антисептик. Можно нужно с каким-нибудь, я сейчас… Я чикну ровечек. Спасибо. 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 Ты не сам вот. Давайте, шесть секундочку. Зашли зацепить, пожалуйста. Недержка, вон этот зацепить, дышать. Сейчас. Ну, усмухающая шесть. Одного зацепить. Даже не особо дышать. Ну, ты. Скальнишься мне. Блин. У нее же там это… Это и спецелка? Не, она эта… Нет, я стану. Не, я стану, она скальнится. То есть, лучше ладно. Вяжите. Главное, что есть, чем дышать. Все, ладно, спасибо большое В общем, мы просто испугались На самом деле она там уже как Сейчас вздохнет и умрет Так выглядело Естественно, болевой шок Это все-таки мозговые оболочки А сейчас кто-то встать даже пытается Ну, во-первых, уколы, противотерочное обезболивающее Это все в зону у себя вне там делается Огромное спасибо Хочется вам порыть руку Своей грязной рукой ваша чистая стерильная рука Спасибо большое Приходите все к Андрею Валентиновичу Лучший айболит города Смоленск Ну и как показывает практика Смоленской области Из починка к нему пострадавшие тоже едут Все, мы с Балта Так мы ее назвали Потому что думали мальчик Похожий на из мультика Песу Оказалась девочка Ну, все равно останется Балта Будет Балтой Все, мы отправляемся в бесплатную веб-санчасть Так, доехала наша девочка Балта До бокса Здесь у нас местечко такое Здесь такое местечко оставили И вот девочка встала Увидела миску Сразу пошла пить Выглядишь ты, конечно, так себе пока Но мы тебя в порядок приведем В общем, стоим, пьем Значит, все хорошо Жить будем Оставляем на ночь переносочку ей А завтра уже организуем местечко Все Кушать тоже будем завтра Все, спокойной ночи, Балта С миру по нитке Первая в России Бесплатная веб-санчасть Помощь каждого важна Для спасения животных Всем спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok